Говорит Черкесск Здравствуйте, Мартикеев о некоторых событиях республики. Сегодня в выпуске. Еще 50 придомовых территорий республиканской столицы будут благоустроены в ближайшие два года. Регион вошел в топ-5 лучших команд страны по разработке проектов и стратегии в сфере туризма. В Карачаево-Черкесии пройдет форум информационных технологий в креативных индустриях «Кре-Айтив». И в картины галереи Черкеска проходит выставка работ местных художников «Память», посвященная депортации карачаевского народа. Далее об этих и других темах подробнее. В Москве проходит третий Всероссийский форум «Народы России», который является одним из ключевых ежегодных мероприятий в области национальной политики в стране. Нашу республику представляют заместитель председателя правительства региона Дженебек Суюнов и министр по делам национальности массовым коммуникациями печати Альберт Кумуков. Участники мероприятия обсуждают пути решения актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности профессиональных компетенций государственных служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений, а также формирование деловых коммуникаций между участниками. По результатам Всероссийского конкурса «Регион для молодых», инициатором которого стало Федеральное агентство Росмолодежь, 42 субъекта России получат субсидии на развитие молодежной политики в числе победителей «Наш регион», подробности сообщил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Федеральным агентством по делам молодежи был организован и проведен конкурс для комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых», который со своей стороны позволит создать систему непрерывного сопровождения и поддержки молодых людей. По итогам данного конкурса Карачаево-Черкесская Республика вошла в число победителей и выиграла субсидию в размере 57,2 миллионов рублей, что со своей стороны позволит сделать существенный вклад в дальнейшее эффективное развитие молодежной политики в Карачаево-Черкесии и даст новые возможности для молодежи. В 2023 году на территории субъекта планируется открытие молодежного центра, в рамках которого будут реализованы актуальные для ребят мероприятия и площадки. Данное молодежное пространство подвелось создать корпоративный университет, который включит в себя центр обучения в среде легкой промышленности, который является актуальным для Карачаево-Черкесской Республики, Центр подготовки специалистов в сфере туризма – это гиды, экскурсоводы, инструкторы, что также, в свою очередь, не менее актуально для субъекта, чем первое направление деятельности центра. Еще 50 придомовых территорий республиканской столицы будут благоустроены в ближайшие два года. Заявки подавали сами горожане, специальная общественная комиссия, рассмотрев их, отдала приоритет наиболее нуждающимся в ремонте и наименее благоустроенным. Всего поступила 161 заявка от собственников многоквартирных домов на ремонт 119 дворовых территорий. Как и в предыдущие годы, благоустройство будет проводиться с учетом мнения жителей республиканского центра. За последние шесть лет в Черкесске по программе капитального ремонта заменили 120 лифтов, в том числе более 20 в этом году. На данный момент новое оборудование установлено в 44 многоквартирных домах. Об улучшении качества жизни горожан и некоторых проблемах, которые возникают при эксплуатации оборудования, рассказала ведущий инспектор управления ЖКХ мэрии города Черкеска Елена Димитровская. В тестовом режиме лифты были пущены еще в августе и люди уже могли пользоваться. Да, от жителей многоквартирных домов поступают нарекания по поводу частых остановок лифтов, отключений. Хочу в этой связи обратить внимание жителей на то, что лифты еще работают в тестовом режиме. Происходит еще до сих пор их обкатка, наладка, регулировка. В целом лифты слабошумные, кабины светлые, комфортные, в них установлены антивандальные кнопки. И вот в этой связи особый гнев и возмущение вызывают то, что не успели пустить лифты в работу. Что мы видим? Кабины поцарапаны, электронное табло поцарапаны, кнопки вырваны. И печально, что это не приходят делать жители соседних домов. Это делают свои же жители вот этих многоквартирных домов. В Карачаево-Черкесии пройдет форум информационных технологий в креативных индустриях Кре-Айтиф. Мероприятие стартует 4 ноября. В рамках форума планируются встречи с IT-разработчиками и другими представителями креативных индустрий. Основные направления, по которым пройдут мастер-классы – цифровая грамотность, креативное мышление и креативная экономика. Шесть новых пляжных зон появятся в Карачаево-Черкесии. Полностью обустроенные пляжи появятся в поселке Нижний Архыс, ауле Нижняя Тиберда, у Софийской поляны и у озера Каракель. Все это благодаря победе нашего региона в грантовом конкурсе правительства страны и получении финансовой поддержки на развитие туристической отрасли от федерального центра в размере 342 миллионов рублей. Об этом рассказал министр туризма и курортов Расул Тикеев. Это становится актуальным ввиду востребованности данной услуги и сезон, потому что есть востребованность среди жителей и гостей региона. Но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках и даже несмотря на то, что они не были обустроены. На сегодняшний день благодаря этой поддержке пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом, ГОСТ услуги пляжей. По итогам Всероссийского конкурса государственного управления, разработки и реализации туристических проектов и стратегий в регионах страны, Карачаево-Черкесия вошла в пятерку в номинации «Лучшая команда по разработке туристического маршрута». На конкурс было подано 123 проекта из 62 регионов страны. Общее количество участников составило 1400 человек. Прошедшие финал участники получат возможность пройти образовательную программу «Школа стратегов», а также попасть в базу данных Национального кадрового агентства. В Учкекене Малокарачаевского района продолжается строительство школы, рассчитанное на 960 мест. Представители регионального правительства ознакомились с ходом строительных работ. Новое образовательное учреждение распахнет свои двери в следующем году. Это будет одна из самых больших школ Карачаево-Черкесии. Ее площадь составит более 16 тысяч квадратных метров. Гости ознакомились и с результатами капитального ремонта в школе номер один «Сила Учкекен», который проводился в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем». Еще один объект, который посетили члены правительства республики – Первомайский аграрный колледж, на площадке которого ведется подготовка специалистов медицинского профиля. Очередная партия гуманитарного груза направлена из Карачаево-Черкесии военнослужащим участникам специальной военной операции на Украине. Десятки наименований продовольственных и непродовольственных товаров отправили землякам. Подробности сообщила руководитель волонтерского штаба «Мы вместе» в Карачаево-Черкесии Ася Хакирова. В социальных сетях мы такой клич кинули, что мы собираем помощь для наших мобилизованных. Понятно, что сейчас близится время к зиме. То есть это средства личной гигиены, теплая одежда, носки, балаклавы, нательное белье, термобелье. У нас есть люди, которые самостоятельно откликнулись, как физические лица приняли участие в этой акции, так и бизнес-сообщество подключилось. Это некоммерческие организации, естественно, органы власти оказали нам поддержку. Мы будем собирать всё и отправлять. Уровень заболеваемости ОРВИ гриппом в республике соответствует средним многолетним показателям. Эпидемические пороги пока что не превышены. Официально зарегистрировано 900 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Напоминаем, прививки – самый эффективный способ профилактики от тяжёлых форм заболевания и осложнений гриппа. За 9 месяцев текущего года в банковской системе Карачаева-Черкесии обнаружили и передали правоохранительным органам 6 банкнот с признаками подделки – 3 пятитысячные, 1 двухтысячную и 2 купюры номиналом 500 евро. О том, как проверить банкноту на подлинность, расскажет начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Банка России по Карачаевой-Черкесии Ольга Щекланова. Оценить подлинность российских денег можно самостоятельно, без использования специальных приборов. Для этого, к примеру, достаточно проверить водяные знаки, видимые на просвет, защитную нить, рельефные надписи и метки, а также скрытые изображения, которые определяются при изменении угла зрения. Кроме того, в изучении признаков подлинности денежных знаков поможет бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России». Оно не определит фальшивку, но покажет, где на купюрах расположены те или иные защитные признаки и как они должны выглядеть. Полная информация о защитных признаках денежных знаков Банка России размещена на сайте мегарегулятора в разделе «Наличное денежное обращение». В Карачаево-Черкесии общество «Царьград» остановило продажу товаров бренда, поддерживающего террористические акты против России. Подробности сообщил руководитель регионального общества «Царьград» Денис Струговцов. Региональное общество «Царьград» посетило магазины, торгующие косметикой в столице Карачаева-Черкесии. Идея данного мониторинга возникла не на пустом месте. Поступил сигнал от активиста Народного фронта о продаже в одном из магазинов торговой сети «Золушка» продукции компании «Ламель». Напомним, что скандальная реклама в рамках акции этого бренда в день теракта на Крымском мосту вызвала негодование граждан, так как руководство компании пиарится и восторгается террористическими актами в отношении России. У людей есть основания считать, что бренд не должен зарабатывать на российском рынке, ибо средства могут пойти на поддержку Украины. Общественники проверили сетевые и частные магазины Черкеска и удостоверились, что продукция бренда действительно находится на полках магазинов. Мы обратились к руководству магазина с просьбой убрать продукцию с полок и прекратить продажу этой компании. Результат был незамедлительным. Продукцию убрали не только в магазине Черкеска, но и во всей сети. Это ни много ни мало 44 точки. В картинной галерее Черкеска открылась выставка работ местных художников «Память», посвященная депортации карачаевского народа. Представленные полотна выполнены художниками, которые сами были свидетелями тех страшных лихолетий и на себе испытали все тяготы депортации. Среди работ – картины известного собирателя истории репрессированных народов в период их жизни в Средней Азии и Казахстане Мусы Абайханова. Он посещал места ссылки, изучал архивные данные. Кроме того, здесь представлены, выполненные в авангарном стиле портреты политических деятелей тех времен Сталина, Суслова, Берии из цикла «Монстры человечества». Выставка продлится до 15 ноября. Как мы уже сообщали, курорт Архыс появится на почтовых марках России. Первые экземпляры с изображением всесезонного туристско-рекреационного комплекса будут представлены широкой аудиторией уже в этом месяце. Общий тираж знаков составит более 100 тысяч единиц. Приобрести их можно будет в почтовых отделениях страны. Создание марок с изображением курорт Архыс поставит начало уникальной серии почтовых знаков курорта Северного Кавказа. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается облачная погода, местами дождь, утро, местами туман. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. В горах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5-10 градусов. В горах местами от 0 до плюс 5. В Черкесске дождь. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 10 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.